Очередное творение Майкла Бэя и Ханса Циммера только что предстало вашим глазам. А, сейчас будет очередное творение А4 и Артизии. Да, ой-ой-ой, как все плохо-то, слушай. Поглядим, будет ли. Я хотел тут, пока мы в перерыве, поблагодарить нашего камерамена Блейза. И у нас еще есть второй камерамен. Да, Маут, они работают, работают. Они нас не понимают вообще, а они стараются. Они стараются и даже уже у нас получается все работать без косяков. Да, мы уже понимаем друг друга без слов. Ну и в Твиттера вы подпишитесь, чтобы сказать спасибо. Ну вы можете найти там Блейз Кастинг в Твиттере и в Фоллэфте обязательно. По-русски обязательно что-то пишите. Можете ему по-русски писать всякие названия. Красава, типа братан. Корабля можете бы одного запустить для профилактики. Но не больше. Не больше одного, да. И сейчас все наши там 200 тысяч подписчиков суммарных пойдут и по одному кораблю отправят. Не, вот это вот очень хорошая идея, если честно. Ну просто подписывайтесь, говорите спасибо, человек старается. А вы даже не знаете его имени. Я теперь не имя. Я не знаю, пожалуйста. Что имя? Вот ты писал в студанале прогноз на этот матч. Я, к сожалению, смотрел футбол. Я и дальше смотрю футбол. Расскажи нам, что ты там писал-то? Кого ты считаешь фаворитом? Ну, конечно, Сикрет показали, что они более чем готовы. Отличное исполнение, отличные стратегии. Виден настрой. Видно, что нету приседаний сейчас в скилле. То есть никто не закидывает. То есть все чувствуют себя здорово. Команда вдруг на высоте. То есть, конечно, Сикрет в таком случае становится фаворитами. Потому что LGD команда объективно в среднем слабее, чем LG. По всем их выступлениям и так далее. Поэтому я на Сикрет дал процентов 65 на победу. Но, тем не менее, я бы не недооценивал LGD. Вообще никогда нельзя недооценивать китайцев. Вот таких топовых. Они могут неожиданно... Ну, это самый главный пример. Это Ньюби на интернете, что ли. Парни, которые были в одной игре, от того, чтобы вообще не попасть никуда. Да, они даже могли не пройти в следующий этап. Они могли остаться в топе там 12-14. Вот там вот. Где-то могли. Но в итоге они там пробились как-то в основной этап и выиграли. Так что, то, что в один момент LGD там какие-то могут начать играть и разбомбить всех, это не должно быть... Причем это может быть как и здесь, так и на интернешне, так и еще где. Это может быть где угодно. Но каждый отдельный матч может случиться все, что угодно. На мой взгляд, LGD против N2D показали очень даже неплохой скилл. И тут будет многое зависеть от драфта, конечно. От драфта и вообще вот... У меня удивило немножечко... От того, готовы ли команды друг к другу. И LGD готовы. Они забанили. Уже Чен, как минимум. Спасибо. Не будет Чена. Меня немножко удивило, скажем так, взгляд букмекеров на этот матч. Потому что абсолютно явнейшим фаворитом с коэффициентом 1 и 2 считаются секреты. Именно. И более трех коэффициент на LGD. Исходя из этого, я тоже написал, что в принципе на секреты ставить нет смысла. Да. Ну нет смысла. Да, не фаворитом, но ты поставишь даже если что-то... Ну сотку поставишь, 20 выиграешь, рискуешь соткой. Да, но ты рискуешь серьезно соткой. Да, очень серьезно. А поставить на LGD вот можно было так немного. Ну там десяточку какую-то. Потому что ты выиграешь в три раза больше, поставив десятку. Причем шансы у тебя есть, откровенно говоря. Есть и они достаточные. То есть шанс выиграть у LGD реальный. Это реально, это не призрачный, это не рейв против там кого-то. Да, причем глядя на драфт, я понимаю, что ребята вроде бы не потеряли нить событий. Герои достаточно мощные. Притом и у одной и другой команды стоит отметить. Я тебе более того скажу, они не просто не потеряли нить событий. Они пикают на второй пик леканы. Во-первых, а во-вторых, это самый что ни есть сигнатурный Леон для ММА и Визаж для Ксяуэйта. Ну, Визаж для Ксяуэйта не то чтобы сигнатурный, но Леон для ММА. Посмотрим сейчас, как там директор. Стили арт-игр он сыграл. Слушай, мне кажется, что Визаж будет на ММА играть на Визаже. Почему-то у меня подозрение есть. Знаешь, директор не справится с управлением. Да, тут я соглашусь скорее с тобой. Директору надо давать таких зеленых, больших героев, да? Да, ну с этим он справляет. Директор, директор, чтобы было понятно, кто такой директор. Вот люди, которые смотрят на игру, что ты говоришь, ММА. Вот он на ММА, Леон, да? Леон, действительно сигнатурный, но всего 60% винрейта. Ты смотри, какой винрейт на Рубике у него. Огромный. При 8-ми-то играх. Ну, слушай, ну, ЛЗД в принципе не самый был хороший винрейт в последнее время. До прихода директора у них вообще все было очень плохо. Ну да, Ксяуэйт. Ксяуэйт. Интересно, как там у него по статте, потому что, ну, я не думаю, что он на Визаже играл. Смотри, появляется Брюмастер, неплохой боец. Брюмастер, боже мой. Вообще у ЛЖД сумасшедший пик. Это как драка. Да, сумасшедшая драка. А вот о директоре я хотел бы просто сказать людям, которые смотрят со стороны, смотрят, видят, вот играют, например, Ксяу 8, и иногда выдавят такие вещи, такие первые, что там в паблике на 4К ММР репортят. Да, бывает. Даже на 3 не сказал. Но дело в том, что это такой уникальный достаточный игрок, который привел команду из 4 очень жестких исполнителей, вот, например, к победе на интернешнале, просто потому, что он понимает доту очень круто. И не на словах, и не как-то там, и не потому, что он пикает там хорошо, как, типа, некоторые якобы понимающие доту нас, капитаны в мире. Он контролирует игру полностью, от начала до конца, во всех местах одновременно. Поэтому сам по себе иногда он может затупить, потому что ты играешь сразу за пятерых. Да, это примерно как в Каисе, например, можем часто встретить, когда капитан команды может иметь самый там плохой фракстат. И это нормально, потому что столько инфы, сколько ты даешь, и, блин. Да, ты рассеиваешься по вот этим вот другим факторам. Да, с другой стороны, есть у тебя какой-то там условный, например, Сайлор, у которого одна задача. Выйти и убить. Убить. Да, да. Просто убить. Да, и не думает, куда ему идти. Именно, именно. И просто убить. Именно. Да, то есть твоя задача организование убийства. Да. Сори, там в перекладе, но дни труда. Ты все, ты все сделал. Ты все сделал для своей команды. Поэтому, поэтому Ксяу у нас, на самом деле, огромный младец. А вот уже здесь сумасшедший. Пуш и драка. Ну, правда, против них уже котел. Но котел не дефит лекарного визажа бремастера вообще никак. Они просто врываются и лицо. Ну, да, срывают ему Месседон, кстати говоря, Куроки. Куроки тоже, кстати, на визуку посмотрели. Да, намекают, что у Рубика Куроки 14 игр, 85% винрейт. Это сигнатурный герой. Очевидно, что Рубиком будет играть именно Куроки. Ну, да. Вообще, отличный, конечно, суппорт Куроки. Мне интересно, а Пупей вообще умеет играть на Рубике? Ну, конечно, умеет. Все умеют играть на Рубике, но... Ты, ну, просто они всю жизнь как-то... Я никак вообще не раз в жизни ездил по Пупей на Рубике. Не, ну, понятно, что Рубик делает такое. Вообще, Дота игра такая. Ты когда сыграл тысячу игр на одном и том же герое, ты все делаешь интуитивно. Ты его чувствуешь, да? Тебе не нужно думать ни над каким действием. Поэтому ты увидел Урклиона, ты не думаешь, ага, Урклиона надо бы украсть. Он уже у тебя. Понимаешь? Так и есть. Так и есть. Скорость просто феномерная. То есть, когда ты сыграл уже сто игр на Рубике, из них 58 в профессиональной Доте, ты... Оно автоматически у тебя все происходит. На уровне инстинкт. Баунти Хантер. Во-первых, мы не сказали о том, что у Зая суперсигнатурочка просто. И его Клокверк, да. И опять-таки Баунти Хантер от китайцев. Мы видели вчера Баунти Хантера, который очень сильно портил жизнь Чену. Но этот Баунти Хантер... Кому он будет портить жизнь? Я не знаю. Непонятно. Но вообще Баунти Хантер герой очень прикольный. Он раскидывает треки. Это неплохая штука для пуша. Опять же, ты кинул хотя бы один трек на рампе на врагов. И ты видишь, что происходит на рампе. Бремастеру там легко ворваться, разложить, найти-ка того же котла, завертеть его там, убрать вообще, чтобы он ничего не задувал. Ну, плюс, в принципе, Баунти Хантер, возможно, немного недооценен. Были времена, был ферст пик. Вообще, были времена. Да, у Мага был на нем ведреет 8%. Вели времена? Да, да, да. Так вот, в принципе, БХ, например, такому герою, как Рубик, даже такому герою, как котел, он может жизни не дать. Просто там по коробу венам и ходишь их, напрягаешь. Да, можно, можно. Но боюсь, что изначально жизни не дадут БХ, потому что там будет, скорее всего, линия из Queen of Pain, Рубика, котла. Они, конечно же, возьмут с собой один Дастик, один пак Синтрей. Ну, должны, по идее, это сделать они. А это значит, вот как раз мы сейчас сможем посмотреть, если у нас Даст есть и Синтрей есть. То есть, да, все, БХ там не жилец. Если он вдруг показывается где-то, он попадает под Даст, он моментально умирает. Да, но мы прекрасно помним того же Баунти Хантера, который уходил просто с офлэйна, прибегал в мид, ждал курьеров вот этих, типа срезал. То есть, он может заниматься другими делами. Может, может. Более того, БХ у нас немножко подняли, Тосик ему, поэтому теперь, если БХ апать второй левел, он может быть очень неплохим гангером. Потому что этот Тос на 150 урона, это вам не шучки. О, это очень сильный нюк. Для первого левела действительно мощный. И так, что-то у нас есть. У нас тут есть трипла на топе. Ну, в принципе, ничего удивительного пока. Впрочем, ничего нового. Да, впрочем, ничего нового действительно. Взяла с ботиночком на Леоне, но это тоже, в принципе, ничего нового. В один момент как-то повелась эта штука, что один суборд берет ботинок, второй, все остальные. Ну, это, кстати говоря, с тех пор повелось, как Айсфорок потихоньку снижал цену на ИТ-саппорт-итемы. Да, да, да. И один суборд смог покупать хороший рай. Так, я поздравляю весь Днепропетровск, там в Днепр вышел в финал Лиги Европы. Это огромное событие для этого чудесного города. Да, вообще для всех. На Киеве, там вижу тысяч, семьдесят тысяч, которые сейчас разнесут весь центр, просто все бухло в радиусе ста километра, выкупят. Вообще-то нельзя так делать. Я за спортивное поведение болельщиков в любых видах спорта. Не надо ничего крушить. В финал вышли. Они не будут крушить, они будут крушить только полки магазинов. Ну, разве что полки. Они будут уничтожать зло, деньги, алкоголь. Причем одновременно. Не знаешь наших людей, они сначала уничтожают полки магазинов, а потом уничтожают полки магазинов только в другом смысле. И потом в принципе магазины. Не уничтожайте полки магазинов, празднуйте на сумол. Идите себя культурно. А мы смотрим игру. Мы смотрим игру. Да, но смотри, у нас Клокер вместе с котлум ушел на топ. Так вот они решили сделать. В таком растворении у БХ появляется немного спейса его уже не так просто ну как бы полегче ему живется против двоих героев в любом случае это понятно умирает просто в секундочку и умер живет не умирает задул а теперь умирать вот это лев убежать убежал кстати пупей там пытается задувать и он даже задувает давай убить не она не убьет суши пупей делает добылки лучше на вообще хорошо оказалось что сейчас прямо умрет быстро за и подкуплем все-таки коги и коги реально очень сильно выручили потому что или контроль милишник не влез не влез не влез он хотел хотел желание желание было видно примите гейминг тоже смотрит игру это сделаем поэтому в шоке они на любую будут азовно будут вот этого перекрикливать их давай выберите гейминг ты смотри смотри что делает сейчас мэйви мэйви пошел убивать и сломать лицо но нет лицо живо да пупей пока перетягивается стопа на мидл но он свою задачу типа выполнил убил двух пацанов в оффлейне ну вообще да да то есть такой котл сразу он супер поднялся он там купил себе по идее какой-то башмак побежал на нем так а вот это не артизу очень сильно левого земля и еще раз льдой и почему не пошел а у него спина наверное павел мэйви кританет даже на один он пивчик взял у него есть банк он бы тупо клэпнул бы дошел бы и клэпнул не 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 дошел бы он никуда кританет с критом бы убил точно точно бы убил и вот и кстати я у не было я у мог бы вот уже я я уже давно про прийти до подкрысить притом он с этим взял тут женат он не считал изменения наверно но у него маны и нет впрочем на тос и с другой стороны можно в фирме медали уходить оттуда просто там тусить бесконечно и угла вон там свои час два центрика стоит на линии на нижние да да у сэпа нет сэп филы домашний домашний сэп подходишь ему звонки звука с джинадо удар пивчиком сверху там вообще м с под ноль ну после клапа просто встает в принципе можно попробовать я вижу уже сгущаются он уже это тучи сгущаются надо артизе как а уже там правда он высматривать курицу в первую очередь я так понимаю а и к саузе с д д д д хай такой воин ну кстати только артура надо надо артура зажимать в коробочке уже со всех сторон но его надо просто выходить прямо просто идти мочи вот так вот так вот резать копать и умирает управлять истопая моментальная тп это кто летит рубик рубик летит поднимает он леона хорошая цель и перегревает тавер сапчик вот такой молодец ну хоть что-то получилось в итоге но все равно погибает сэп это всегда неприятно единственное что приятно что хотя бы с разменчиком для суппорта тем более а сэп вернется я слышал эту есть респаун в этой игре все вернется в игру в любом случае я к тому что самом деле вот сэп и как правило пару раз убьешь ты не убьешь вначале мало меняется он все равно там этот лес свой выформит весь то есть вот queen of pain бы как-то убить но как ты ее убьешь ну да я тяжело фурфурфур ее тяжело поэтому проще просто фармить проще просто фармить и посмотри как плохо все у ликана почему ликан не в шоколаде у меня первый вопрос потому что ликан в другой коричневой жидкости или субстанции пока что находится но нет ликану там действительно тяжело его там дальше будет сейчас задувать пупея и дальше и дальше его задувать и кстати там неплохо было бы пупею помочь рубик если туда еще пока здесь снова директор 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 какой-то буйный буйный директор директор нападает что-то курица вард принесла но тут вардик стоит директор это видно и видно было как он варцать поставил такой директор интересный пассажир но там опять бх подходит с другой стороны можно пытаться артур играет очень нагло хотя слушаю что ты его не хочу не стали делать мы побоялись еще телепортов вероятно наверно наверно побоялись так слушай слушай арту рискует артур далеко далеко артур да 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 не пострадал при съемках этого ганга никто не пострадал ну а кур и кур опять-таки спасает спасли конс роп продолжает страдать у него все плохо 16 16 слушай с прошлого раза в два раза удвоился ликантроп поднялся но как минимум полторашка по xp полторашка по голде примерно у секрет так вот только с линии никаких чинов у них нет которые халяву обеспечивают в этом плане в начале игры поэтому это просто на линиях также жутко дается старт игры сайлору мы говорили что у сайлора то забот никаких не будет только выходи да и убей но мы видим что у сайлора погоди пока есть немного за разогнался да уже может быть она будет потом убивать у мэйби зато все шоколадная эсэф его боится мэйби ничего не боится у него почти топовый крипстат более 37 25 вообще там от 4 сошел и сошел с ума вот там ни одного героя нет против него как правило все это все динает разогнут активно очень хороший показатель когда ты в тонусе ну да ты стоишь там что-то раскликиваешь сами криш стараешься что-то будет пропустил перехвали только только его первый раз показал бы и сразу начали аккуратно надо быть он сейчас если бы украл эту руну он сразу сдох бы подняли просто ну да 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 тут рассветка была рассветочкой а там что-то пуфей добрый день а че он тут делал ну тоже руну забирал только без инвиза как баунтихантер понял понял ну вот так вот и появляется транквилла сейчас у вся у 8 сша обороны директор там вы ничего это реализовывать свою буйность как-то не он такой нормальный он в миде пришел убили человека тут сейчас убили человека то есть ли он в принципе полезно сейчас очень он перемещается он не бесполезен на карте да то есть он тратит время он двигается пользой тот же куроки он только телепортируется на сейф а директор просто двигается про директор в общем смотрится это очень даже не плохо опять выход на и погиб погиб тут вот вот я сейчас будет смотреть его спалили по как его солили видимо звук услышал и и бегать и я уже не сделать поэтому я у просто как-то забежать может как и ты все понимаешь что когда отказов так не уйти но отлично вообще сейчас конечно сыграли здесь секреты здорово видимо если это звук услышали ухода в инвестор такого объяснения нет ну да да по-другому действительно не объяснить я по логике они не дошли были слышать звук но не знаю не знаю дота 2 она такая секретная игра они может и сами удивились он слышь каждый тот бы они увидели просто его там не знаю или когда появлялась просто в те ним он ты мог увидеть героев но может быть они почувствовали запах потного баунти хантера рядом да попутная прикинь как эсфо держал долго линию что не 2 катапульта на ней скопилось там вот с двумя катами пропушил товар нормально вот он просто задрот да получается так там на нижней линии встретили кого-то я у по моему на руне по моему снова убивают да он там умирает и вот тут через просветку убили кстати опять же не было ни синтрия непонятно какого тут спалили так может 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 а по этому центре он просто пробежался тут нападение не убежал так красиво убежал неплохо на при помощи ультимейта ну и 53 в пользу секрет 53 на и кого по по-прежнему на фри фарме квапа по-прежнему зарабатывает то что она хочет а что хочет копа интересного я бы сказал орхит наверное потому что все-таки брюшечка есть например бремастера это однозначно должен брюшечка да рюшечка брюшечка и торги в баути хантера просто орхит из ульта и он умирает да и против лиона то есть орхит действительно неплох тут было тортит bkb наверное самый грамотный выбор будет можно будет врываться под bkb ничего не бояться фактически затыкать бремастер убивать бремастера ну наверное соглашусь сейчас видят перетяжку на нижнюю линию от я во и я думаю что к уроки вместе с сфорта ненадолго задержится но есть опять же даст они так они тут все с двумя катапультами теми сами пушат до сих пор а когда пультом настреливают дико пробили почти тир-2 тавр сломали вдвоем при том очень аккуратно не рискуя и это делают но здорово пока играю тикает конечно мне нравится что они делают так размеренная как-то без каких-то резких движений но они не особо так чтобы ведут по деньгам на преимущество у них тысячи и что это такое за попытки в принципе неплохая получилась пока я здесь вот есть бремать лишь блин губы мастера неужели кура улетит не такой как много дым джо чуть ли не на фонтане умер ну практически но оказалось топошился именно так ну чтож блин губы мастера спалился и и сейчас будут на самом деле сейчас будет опасно мангаси как когда я жить и пойдут в эти первые свои атаки с бремастером 6 7 стало то просто умер просто умер да все просто убил и кинок и так и как и вообще странная сметимейт у него мана может у него мы не не было зеленая а вот что он не захотел юзать его просто не это доманы нет почти летят а вот наши друзья из вич и видимо увидели этот момент да но невозможно не захотел взять ультимейт проект из пройдущих ультимейт не умрешь но надо следующие две с половиной минуты или бесполезен не можешь ничего сделать а сейчас они могут уже делать выход несмотря на смерти эти вот придется в лабора появляется вот сейчас идти на пироша набивать сбер мастера с кем ультого сын спадеры как-то пушить то есть что-то делать можно да у я правда пока тоже небольшие проблемки у него вообще в районе урочная срочно шестой и проблемы могут сразу измениться одну драку выигрывать помнишь что у нас вчера было одну драку с парой треков выигрываешь так зай а если если просветка а нет у маны а здесь мэйби а теперь ультовать надо зай тп аут и и улетает лев лев божила да но и снова мэйби не хочет тратить ультимейт не хочет не хочет тратить ультимейт но так можно его и никогда не потратить в таком случае надо срочно что-то делать уже посмотри серьезные проблемы в тот момент когда у секрет могли появиться проблемы из-за того что он и джеде могут сделать выходы секрет сами сделала несколько выходов и полностью перевернули ситуацию и теперь даже если я жиде пойдут в какой-то выход возможно у них ничего не получится том что 7 500 7 500 это вам не шутки это вам не шутка пока еще пупеха под фармлит у пупехи тоже все замечательно смотри 1600 денег у котла у котла нет ворс 3800 все мека у эсэфа привелось да это очень котел вообще бешеный то получается если он вынесет быстрый аганим это же начнется опять движ по всей карте и это большие проблемы сейчас о л джеде потому что артизи купил мекку короче у тебя помойный баунти хантер помойный серьезно но это ну куда я понимаю против чена зачем он здесь вообще я не вижу логики баунти хантер не отыгрался но мидл они несколько раз прижали что-то там сделали но это единственное что он сделал и собственно как вот мы и говорили из-за все раунд упаден под надфорса да это там давили не давили мешали он все равно пошел потом лес пофармил пять минут и все где сайлор мы сайлору вообще потеряли из вида ну сайлор там владмир вот свой фармил фармил и дофармил вроде как но при этом он пропал да учась отправляется на нижнюю линию делает вообще он фармил у него так себе все кстати говоря kill the sassist статистика у нас такова что котл у нас топчик вообще-то топчанский кстати вар падает очередной на миде уже 30 у нас по товарам 30 по товарам это очень серьезно бьет по экономике будет стартовая бьет так смог бы заюза спалили этот смог карта секрета увидели очень большинство ошибка от многих команд они вот уязают смог раньше времени убили иллюзия еще вижу не успел пропасть например они уже смог то тут кажись они спалились он по тому варду который стоит на рожане кажется может и не это может и да ну левом случае то разменивают они пытаются тир-1 на тир-2 наверное размен состоится тут кстати очень быстро вышку забирают поэтому они могут еще и в мид успеть прийти одному тп что на т2 т3 это такая себе идея такая себе готова и прочих него там просто брюмастер которого заткнуть пока вроде нечего пока нечем драка можно может состояться что-то может произойти уже заходит уже заходит как-то спину не пошел трек до треки это уже опасно так брюмастер в лицо задувает я о нем мимо брюмастер смотрит еще трек так ракет миллиард то поразбивайте лого одного убили как на ровном месте тоже фамильяров видят куда они летят непонятно надо перезвать на филимера это тоже очевидно умрет если не призвать на перезвал а волк остался снизу да судя по всему да он уже дт2 довел сам волк на у нас на линии на руне тусит там он своими волчками снизу подпушил типа хочет на рошана причем это настолько очевидный был маневр да 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 там дт вроде появилась вот ддх но теперь забираем его от на рошане выиграть и занялась понимаешь узкий проход а там клоквер клопа сф и котел еще на и рубик все это все бьет но здесь сейчас волк оказался с дд рошан пас быстро медалька то есть медальки даже нет единственный вариант это птиц грамот грамотно расставить и чтобы не дать клокверку влететь да да это нужно вот так вверх который влетает но блин он как-то странно влетел он в токе своим ребятам али он влетел шикарно он влетел по всем ультимейт попы по всем ультимейта сфа и собака бежит собака убегает собака убегает собака забака зая почему-то фокусит брюмастер это же самое толстая ненужная тебе цель зачем-то доделаешься по нужно поднять кого-нибудь ну какого рубика там не того ты поднимаешь а ведь так надо топать топать и я там спрятался но его тоже конечно же убьют рошан пытается высклеить минус 3 размена одного котла плюс рошан отличная игра от секретов и просто ужасная драка от аудуги ну ой как больно там артизи реально как я не знаю как ну ребята которые не имеют плана на замес в принципе да но сейчас им уже тяжело мы конечно понимаем что они проигрывали много очень денег вот мы смотрим сколько еще они проиграли проиграли много денег конечно уже тяжеловато но тем не менее но почему в один момент брюмастер все и птицы одновременно впиваются в чертову кокверка который уже и влетели коробку поставил да и вообще нахрен он не нужен рядом и сф да вот смотри что происходит на графика на графиках все плохо так что можно было получше подраться как минимум можно было попробовать разменять там и сэфа хоть что-то сделать в итоге совсем отвратно тут еще сайлора умирает все появился орхид сейчас и спор должен просто займ выносить продакал он и выносит вот в чем дело просто летит и убивает судя ну уже очень много денег выигрывает сейчас секреты и секреты сейчас играет настолько блин да понимаешь его писал скидевит а такая себе смесь старых нави старых альянса вот не просто понимаешь тут очень плохо играют lgd ситуация примерно такая же как была с invictus gaming то есть нет конкретного плана действий все чё-то делают но как-то несинхронно без идейно в результате где-то не хватает урона где-то не хватает хп где-то фокуса что-то не хватило ну и по пику какой-то такое проседание происходит потому что ну этот бх что он сделал в игре и зачем он нужен по итогам то есть ну да теоретически он мог что-то сделать но в итоге он ничего не сделал он просто есть в теории мог получить какой-то стартовый хороший артефакт я не знаю купить ту же там урну чуть пораньше еще попрессовать немножко там котла например да просто погонять его по карте а уже аганим или не еще нет еще но у него 4700 недалеко осталось но он там купил госпитер вроде по данному собрать на что другое то есть бх мог бх мог с первого прям уровня на самом деле в пицца в артизе и вообще оттуда не уходить в этом был бы какой-то смысл возможно но он пришел туда достаточно поздно уже как-то не было в там мне кажется особая идея то есть бх мог гангать он мог даже на отдых на первом уровне того же зая помочь убить сверху да 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 они нападали на него втроем а мы нападали четвером можно стоять на линии против кин оф плен и рубика тяжеловато тяжеловато они тебя убивают ну и укроки появляется даггер уже на семнадцатой минуте там на семнадцатый очень быстрый даггер на рубике да бх все вот он бегает хорошо трек ты дал но когда твоя команда не доминирует этот трек тебе не дает вообще ничего ну да то есть как бы не ну есть еще еще шансу жди теоретически есть выиграть все таки как-то драку и за счет треков они смогут сделать камбэк но очень тяжело будет выглядеть как особенно когда если в саегисом заходит на рампу начинает ее ломать и клоппер хорошую позицию занимает его конечно подсветили но в прошлый раз примерный ракурс влета вообще ничего толком не дал потому что птицы висели в одной локации вместо того чтобы занять две какие-то точки и не дать клопперку влететь ну то есть я не знаю визаж мне тут не особо понравился его действия согласен так попадает на артезе он так чуть-чуть пробивают его что ммай должен играть на своем коронном лионе а просто все он не умеет играть на визаже вот получается нехватка в этой команде вот ксел недавно начал играть на саппортах явно видно что не хватает у него еще опыта игры не хватает еще пула героев и так далее так дух от лапу мага ними не прокликали конечно но что-то он вообще из формы не выходит значит наверное есть уже не выходит так артур и мы его хорошо хорошо потеряно на самом месте а слушай вруставчик отлично ну не плохо а сейчас могут а зачем он так посадил птицы не по таймингу если бы он артура по таймингу поставил птичками смысла больше но и принципе возможно просто они не хотели форсировать событие и провоцировать именно драку а просто прогнать например возможно там тем более артур у нас бкб сейчас очень не хочется драться с мсф с бкб у лгд есть еще шансы есть волк на самом деле ты сам понимаешь что такое волк тот это тот парень который на самом-то деле в лейте съедает всех если в том числе можно попробовать как бы разница в ну уже разница в 40 процентов нетворца то есть я не знаю чего тут надо сделать ты посмотри какой бич ммай ну да просто печара медальона у него нет это 20 минута игры это обычно уже третья сторона падает это не просто визаж это не тот фармящий визаж возможно просто x8 задавил авторитетом сказал ты будешь покупать варды упырь ой как за это действительно играю я рональт коронный кстати к сел купил этот хрустап он пока делает дела то есть уже вот спасли и на рампе бремастер и вот сейчас на сверху убивает волка но вместе с артизи марма и вместе с рубиком они втроем убили и что у вака все совсем грузию ю ю ю ю это там уже 15000 да очень все очень но это реально очень много это очень много и 12000 экспы тут надо просто не останавливаться да у все это хоть что-то появилось но все равно этого мало как все этот погода не сделает конечно да но рассчитывать на баунти хантера не приходится ну все что остается ждать lgd это ошибок секрет таких глобальных на рампе где-то на своей выжидать пока секрет как-то может быть ворвутся криво получится их поубивать это может случиться бывает и на может то может мы видели даже один раз поймали сайландс я убегает под моноликом делал вообще непонятно что делает что что делаешь демон агни там умер бремастер в это время да ладно да без орхидов и умеряк не потратил опять сфа его подрезали у бремастера есть байк он может байкнуться у себя типа нет ульта и это возможность очередная отбиться но вряд ли возможность даже подраться потому что если вы мастер байкнуться всем уроду блин канута пытался цепануть копает одного кси а махивается за и и надо уходить наверно есть все фуловые почему уходить все фуловые до промахнулся пока можно добить куда летит ммм и полетел это по моему просто выделил птицами это называется контролер в простонародье ммм и конечно грубо ошибается так мэйби мэйби у него есть ультимейт сайланса нет можно прыгать за артура прыгать за арту не допрыгнул до артура так и силар не знает за кем ему бежать собака 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 беда и попытка убить за опять но он очень жирный на хрен его убивать но убить получится верно за это разочек да и вот он через ультимейт все-таки заковыряли в том что там ультур а вот это уже хорошо если получится убить но да правда из павших не отрезает там так летит камень но тут артур то должен умирать это точно реки не хорошо сбивают арту и что но убили ли он а сзади замес продолжается крок пытается просто улететь стопы отсюда но чем-то сбили а чем кстати сбили то там мэйби пытается мэйби загнать трек ворованный по и полу уже у спор сейчас будет ультра ну ладно не спор заберет фраг забирает кура доминейтинг это 4 в 2 и это мая бэка с и бремастер еще да 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 единственный живой бизаж у которого кулдаун на ультимейте сейчас секунд 100 наверно потому что он птичек своих совсем совсем недавно потерял на все очень блестяще играет и спор просто блестящее прям вообще никаких претензий к нему нету 605 да 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 и артем кафе нг пишет колотал бест хироу котл ой артемка дам без грязи вот это пожалуйста без хира но ты на нем играть не умеешь а возможно и так кстати готов хорошо живем она я хорошо пошутил ну так такая маленькая немного стандартная такая на самом деле в какой-то степени андер рейтед герой но он вот тут дает например ману всем подряд едет все подряд кастутся лучше скилл быстрее но даже queen of pain может два скрема дать там с кулдауном три секундочки это жестко или рубик может два там болтаны но когда вообще не такой плохой у него все-таки есть а у я нюк размером с экран на 500 дэмэджа это как-то так и блайдинг лайт есть неплохой скилл тоже пока нет бкб у того же волка он не местная проблема с котлом это то что гангающий потенциал например у нее совсем плохой и тот же потенциал если допустим против него играет какая-то квопа в отличие от леона он не может сделать нам чего да 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 и квокверки всякие да у котла есть свои минусы конечно безусловно они есть это что просто люди не думали что это лучшие герои на планете дота она тема прикольная что у каждого героя есть реальный ряд минусов и реальный ряд плюсов и у каждого героя есть еще контрпики и контрпики и сэфа например контрит энчантрис лина и вин рейнджер судя по той картинке контрпики так смотри читайте ребята я я вот эти форстаф купил на форстафа ну сейвить надо сейвить от этой копши мы уже видели что форстафы спасают спасают да ракетка ждут пока закончится действие и будут рошана выгрызаться в рошана типа рискует он ждет очень серьезно но я думаю риск оправдан я думаю она правда вот не знает об этом да 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 и они узнают но успеют здесь а нет ракета мимо пролетела хорошо попал ну если бы попал ракеты но это хорошо это сейчас было очень хорошо для lgd возможно это они не мог растянуть игру а им только того и надо на кокверк влетел слушай куда-то куда-то влетела вон он убегает с шашкой в заднице но кажется птиц влетел кокверк так артизи убил не как некраса получил на пол лица просто запрыгивает акашину xiaut у себя об форста было кажется плиту больно акашки не так-то приятно тут еще один дрэк вешается так а там собака сапса поймали лежать рубик будет прыгать прыгать за ней прыгать пёс убегай я за пса болею пока не не до следания пёс а второй раз а пса егес а тут кстати говоря ребятки мэйби мэйби можно во всех запрыгнуть прям не хочет птичек поубивайте если там не контролит вообще ммай да ну вот посадил вот и мека зашла так вот там гурус форстафу вот этот брю мастер-то наконец уже я вообще не понимаю где он того же да ладно я уже умер от яда умер от яда отчет а вот и мастер мастера что-то как-то убивайте при мастерят просто да да зеленого хотят ведь потом он блочит зеленым но он не в курсе не выждут они вы не бьют они ждут пока он а пока он хладется до кучи так и и и и да и кура про на самом деле брю мастер какой-то абсолютно ну отчужденный от своей команды он абсолютно не принимает участие в замесах классно а вот и брю мастер разложился ну кого точнее ульта мари мастера разложился и пошел мешать я этот наш менеджер прозвлечением да в результате ребята уже так достаточно плотненько засели на базе из лжи и ягис они только что потеряли брю мастер без ульта принципе секреты ничего не потеряли нам поэтому сейчас просто начнут положить очень активно мидал товар тут уже и так коцаны в миссище ну и бараки постараться добить пока нет мэйби мэйби появится он будет без ультимейта тоже стоит про экспонент про это помнить нету фамилиаров которые в очередной двухтысячный раз были потеряны мы маем ну вот блин я все равно буду обращать потом когда оценки будем ставить на то что все-таки по суппортом плохо плохо сыграли таких зая квапа прыгает там еще один форстаф спасает акси ауэй заплюнули опять-таки взаях они всю игру пытается убить этого зая всю игру просто собака барабака убегает отсюда все равно потеряли что делать просто не знает он бегает он бегает сюда сюда да да но все секреты они вообще все фулов у них не да и они настолько четко классно осторожно и правильно играю как будто бы драки не было то есть я ее и не было она как бы была на избиение а не драка это два разных момента и просто забирайте еще страна артизи проживает еще раз некую зай там очень здорово вытанковать зачем так себя у байбэк тут захотя у него таймер уже подходил собаку пихнули чуть в сторону драки вся у байбэк ну за чтобы всех до мэй бедали салис мэй беда умирает не дают ему к сторонке у него нет и байбэка нет я вот он умирает это какая пожалуй пожалуй да действительно good game вот он всех выхиливает своими боевами просто а него есть агоним что ли ярослав мы с тобой провицатели ты помнишь сегодня пока мы ехали сюда я затронул тему визаджа и то что блин ну визадж конечно крутой персонаж но если у вас есть лютый задрот который умеет классно исполнять а я еще говорил ну вроде мы про профессиональных командах говорит должен быть лютый задрот да а его тут нет то есть ли он был нормальный да там ли он ксо 8 доходил как бы мы делал бы ровно тоже вам может быть чуть чуть больше но нет задрота виза